ужасающую такой вот модель видите кишечник вот он пораженный чтобы до этого не доводить соблюдайте наши рекомендации видите здесь вот у него стеноз он стянулся и соответственно не слабая проходимость получается есть такое понятие ленивый кишечник он не хочет заниматься хелестальтикой да вот непроходимость здесь наоборот раздулась видите там скорее сукаловые камни набираются всякие фекальные слизи это вот аппендикс воспаленный да здесь соответственно вот тоже какая-то слизь внутри здесь увеличенные стенки кишечника толстые там элементы какие-то еще новообразования вспоминается анекдот такой известный открыл форточку едут мимо полустанка из папа ты хорошо какаешь да сынок и пошел у нас сегодня прямое включение и сегодня практически гарик бульдог харламов ну не он конечно у нас игорь он натуропат нутрициолог сегодня мы поговорим про такую тему как очистка нашего организма от всевозможных веществ которые мы всегда загружаем и никак не можем вывести в течение жизни да и поэтому собственно говоря мы и стареем хереем да и все у нас что же было лучше и лучше прислушайтесь внимательно ставьте лайки пишите комментарии и мы погнали про что поговорим друзья прежде всего мы поговорим сразу о самом главном чтобы экономить ваше драгоценное время я расскажу вам ту информацию которую у всех перед глазами все ее знают но как причинно-следственные связи порой влияет на работу наших органов системы тканей мало кто задумывается хотя есть специалисты и хорошие но тем не менее раз мы попали в академию телесных практик мы поговорим с вами сегодня об этом и так даже может скажу а поговорим о том о чем врачи не говорят умолчают когда начнем то есть такие секретики о чем врачи не говорят просто их этому в институтах не учат итак в нашем теле организме называйте как хотите существует всего четыре выделительных системы я сейчас кратко отражу доске чтобы вам было понятно и ясно то есть четыре выделительные системы из них две главные и две вспомогательные это очень важный момент это очень нужно понимать за рисуешь от свет ничего первая выделительная система это кишечник буду писать сокращенным так как мало места плюс печень вторая выделительная система это почки это две главные выделительные системы напишу главные кишечник связан с печенью попозже об этом остановлюсь сейчас нужно общую картину просто через ей две главные выделительные системы кишечник с печенью первая вторая почки и и второстепенный скажем так второстепенные системы это их тоже две как я уже сказал всего 4 2 главных 2 2 2 степен я уже догадываюсь это кожа наверное это кожа на и 2 легкие и сейчас мы разберем как эти системы работают и взаимодействуют между собой но хотелось бы отметить то что вот главные выделительные системы они работают всегда всегда хорошо плохо но все мы ходим в ванную комнату и видим как работают наши выделительные системы второстепенные выделительные системы они работают не всегда их нужно учить работать заставлять работать есть специальные процедуры так называемые для кожи это контрастные для легких дышать свежим воздухом дыхательные практики и так далее мы об этом поговорим чуть-чуть попозже олег что мы должны прежде всего объяснить нашим зрителям вот ты говоришь что главные системы выделения работают постоянно то есть это и когда мы бодрствуем когда мы спим не контролируем этот процесс то есть там насколько я знаю там идет блуждающий нев в кишечник и как бы он отдельно от голового мозга сам принимает решение сам работает в основном ночной вот хотелось бы остановиться на том что мешает работать нашим выделительным системам как как мы их загрязняем дело в том что самое конечно загрязненная выделительной системы это конечно же кишечник с чем это связано связано это с тем что человек питается неестественно не природной и натуральной пищей дело в том что примерно где-то 70 лет назад произошла великая химическая революция и производители продуктов чтобы увеличить их срок годности чтобы они меньше портились имели более приятный вид цвет запах они обратились к химикам вот с этими своими пожеланиями красители эмульсии стабилизаторы пищевые добавки вот эти в природе их нет они искусственно созданы поэтому наш организм не может с ними ничего сделать это все его загрязняет поэтому можно немножко добавлю я видел съемку и в принципе матом есть тоже можете найти такие ролики когда снимают кишечник здорового человека колоноскопия глаз с камерой и он здорово на самом деле такой же чистый как внутренняя сторона щеки и гладкий а когда вот уже заболевает человек с возрастом там куча слизи там какие-то там что-то висит какие-то слюни там все вся такая гадость желтая что-то все слизь не говоря там про мотали губерна заметили насчет вот слизистой щеки дело в том что желудочно-кишечный тракт начинается у нас полностью рта ну скажем так начинается ртом а заканчивается не ртом поэтому это все желудочно-кишечный тракт мы не можем посмотреть что у нас творится ну скажем так в средине кишечника но мы отлично это видим когда мы скажем так подойдем зеркалу и откроем рот или вот когда мы просыпаемся утром и у нас зубы язык слизистые щеки покрыта каким-то налетом это вот отражение это отражение тех процессов которые идут на всем протяжении кишечника поэтому считается что полость рта это зеркало кишечника скажи пожалуйста игорь а правда говоря что когда запах зерта идет это не потому что мы не почистили зубы а это оттуда из кишечника да это конечно тут тут надо смотреть конечно по каждому конкретному случаю с человеком но в основном это скажем так не только допустим не санированная полость рта потому что и у человека с абсолютно здоровыми зубами тоже появляется неприятный запах изо рта ну это немножечко мы конечно забегаем раз уж мы это коснулись этой темы кишечник у нас работает друзья в двух режимах первый режим это когда мы загрузили в него пищу которую мы съели за обеденным столом и нет сейчас секундочку и современной физиологии она прекрасно описывает эти процессы как пища сначала механически дробится в полость рта там начинается уже переваривание углеводов потом пища попадает желудок там желудочный сок дальше продвигается в кишечник там печень желчью эмульгирует жиры секрет поджелудочной железы все это прекрасно описано в классической физиологии к этому никаких вопросов нет все действительно так это происходит но современной физиологии абсолютно не рассматривает кишечника когда в нем нет еды друзья а вот это вот когда кишечник освобождается от пищи происходят самые значимые на мой взгляд вот процессы а именно процесс очищения после так чтобы вы понимали кишечник работы в двух режимах переваривания и усваивания пищей когда она есть как только пища покидает кишечник включается режим очистки кишечника потому что посмотрите как логично устроим наш организм дело в том что вот такие яды которые скопились у нас в организме тело их нужно вывести наружу самый удобный способ это оставить эти все яды в ванной комнате поэтому дефекации я уж не говорю такие процессы я думаю наши зрители так поймут почему не ванна в туалете ну да ну ванна абсолютно не ванна да в туалетную комнату хорошо чтобы было понятно насколько я знаю у нас лимфосистемы поднимают всякие гадость из организма снизу вверх и самое большое количество лимфатических узлов именно в кишечнике находятся да кишечник там и лимфатическая система да вот и и все это очень удобно и логично кишечнику вывести наружу в туалетной комнате поэтому это очень важно понимать что что у нас загрязняет и как мы от этого собираемся чиститься так вот можно вопрос конечно ты говоришь пустой кишечник это происходит самостоятельно несколько раз в день или для этого надо голодать нет но пища же у нас как из желудка вышла и она пошла дальше скажем так на выход вот кишечник он вышла человека и ищущий да да кишей но не кишечник нечистый то есть она пошла по кишечнику и уже кишечник у нас тонкий кишечник ну примерно там размером человека 8 метров длины восемь с половиной но чтобы маленьких людей поменьше толстый кишечник примерно полтора два метра то есть как только вот часть тонкого кишечника освободилась не до конца весь нет почистить весь кишечник это очень длительный процесс занимает от полугода не меньше да потому что он представьте длинная 12 метровая трубка и очень так сложно почистить так вот как только кишечник начинает освобождаться от еды частично не весь в этот момент со всего организма начинается собираться яд и чтобы где дело в том что вот процесс попадания пищи переваривания то есть в кровоток и обратно это как улица с двухсторонным движением то есть нас кишечник не только заводит пищу в организм но он через эту же стенку кишечника выводит все яды которые организм решил вывести тоже в полость кишечника что через стенку кишечника что полезно да 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 что вредно выходит обратно в полость кишечника чтобы естественным путем человек это оставил понятно где так вот друзья я хотел бы обратить внимание на тот момент что вот эти процессы они не совсем приятные потому что поедать химическую пищу ну скажем так фастфуд это очень вкусно приятно а вот выводить яды и токсины себе это очень неприятно и тут вот неприятно через боль я сейчас поясню что дело в том что когда вот эти яды начинают выводиться в полость кишечника чтобы покинуть его естественным путем дальше они продвигаются упираются вот это вот в слизь слизистую пробку можно даже так сказать и начинает обратно всасываться в кровоток буквально смысле слова то есть не успевают выйти всасываются да ну то есть они пробежали по той части кишечника который освободился надеюсь на то что там где-то выход но выход перекрыт вот этой вот слизи образные пищи что человек потребляет забору если да да конечно это происходит самая интоксикация не не то что самая интоксикация а яды собрались я не сколько смогли пробежали по вот этому чистому кишечнику а так как кишечник у нас он устроен так что он будет всасывать все что угодно вот хоть что туда загрузить он будет пытаться это всасывать на другое дело получится у него это или нет это уже как говорится другой вопрос так вот и на чем я хотел обратить внимание что вот этот вот процесс очистки кишечника он очень неприятный и люди смотрите что получается как это физическом плане проявляется у людей начинает бурлить вот как вы говорите сосать подложечки в зоне эпигастрия так как как я да эти упершись вот эту слизистую пробку начинает всасываться обратно кровоток у человека начинает болеть голова потряхивают руки плохое настроение но в общем и человек это воспринимает как я голоден друзья понимаете чипа стране я очень голоден у меня все крутит я давно не ел я сейчас могу буквально умереть от голода и и что происходит человек идет принимает какую-то пищу свою любимую гамбургер ест до в любимую пищу свою принимает и что и кишечник переключается в режим опять переваривание и всасываем до береги то есть я да прекращают уделяться но потому что вы закинули в себя еду с не надо что-то делать а то есть пошла очистка но она неприятная мы съели еду и опять впитываем уже нет и мы прервали этот процесс очищения прервали выделение следоватой игры что-то стенка кишечника это как улица с двухсторонним движением то есть я ты перестали попадать в просвет кишечника он наполнился едой все прекратилось у человека прошли все эти симптомы вечер думают ну какой я молодец я спас себя буквально от голодной смерти хотя буквально ну не ел он там не то что там несколько часов вот вы сами посмотрите как в офисе вот люди постоянно едят постоянно чай и кофе кофе брей пироженки ой я там не думал ушки печеньки все да я за запекла пирог не доела где ну на работу неси там все следят и люди постоянно едят 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 и не могут наезд по сути дела и вот друзья вот хотел обратить внимание что вот чем меньше человек может обходиться без еды вот терпеть вот эти процессы это показывает насколько вы загрязнены то есть чем меньше человек может голодать ему больше загрязнен потому что вот эти вот токсины попадают раздражают человеку плохо он терпеть это отказывается категорически поел все хорошо но согласен вообще хорошая рекомендация наверно раз в неделю проводить полностью день на воде ну да это не новость это еще пол брэк известный натуропат но многие детали до самые главные это конечно натуропат я бы посоветовал обратить вам внимание на арнольд это я считаю основоположный вот этого арнольд 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 на ю тубе есть прямо целая книга там часов на пять вот он там все рассказывает про питание все что касается день на воде я бы это не назвал голодом это можно сказать пищевая пауза пищевая пауза так чтобы вот прервать вот этот процесс очищения не едой можно да попить водички попить водички чай там что-то то есть заглушить голод водой да дело в том что тогда эти яды будут разбавлены водой даже если они всосутся в кровоток что-то возьмут на себя почки что-то возьмет на себя кожа то есть эти я бы будут не через кишечник выводиться другими выделительными системами да вода получается чистая вода получается растворить а вот ты же говорил что есть я до водорастворима а есть нет них не не яды а вообще как бы тут надо немножечко коснуться что такое все слышали это повреждение что такое шлаки и таксины так вот шлаки это как бы знаете ну вот как мусорные балластные такие вещества которые организм может терпеть ну как бы это пример привести но мусор разбросан по квартире ну в квартире можно жить мы ходим переступаем но когда мусор становится по пояс уже надо что-то делать как то прибираться в этой квартире иначе жизнь становится невозможна в квартире понятно по пояс а в человека но сейчас я сейчас я это поясню я просто хочу дать сначала определение что такое шлаки и токсины потому что современная медицина вот полностью отрицает вот эти вот понятия хотя друзья особенно женщины кто рожал те знают им ставят диагноз токсикоз либо ранний либо поздний то есть понимаете получается что официальная медицина не признает шлаки и токсины но ставят диагноз токсикоз ну вот как-то так ну если нет да теперь значит что такое шлаки их несколько видов первое это слизь второе это отеки третье это камни в желчном пузыре или в почках и четвертое это соли которые откладываются в суставах то есть вот это вот такие вот вещества ну суставе откладываются соли но он худо-бедно но у нас как-то работает давно вспоминаем пример с мусором по квартире когда мы можем ходить сустав работать но отек человек ну он не умер как-то ходит отекший но ходе двигается так вот но это все конечно до пары до времени в суставе кальциты да да кальцинаты и значит что такое яды но яды это те вещества которые скажем так живут в печени потому что у нас кровоток два фильтра это почки и печень вот значит теперь пару слов хотел бы сказать какие бывают шлаки шлаки и токсины значит шлаки бывают водорастворимые и жирорастворимые то есть вот продуктов животного происхождения как правило формируются такие жирорастворимые шлаки продуктов допустим растительного происхождения вот слизь это водорастворимые шлаки вот но а я да они яды есть это микроскопические вещества которые вот печень собирает и вот как бы держит себе выводит их конечно вместе желчью спрашивайте вопрос а ты выводит через почки получать почки же на выходе до почки выводят водорастворимые шлаки и токсины печень выводит жирорастворимые шлаки и токсины ну печень выводит куда в желчь и это все в кисточник да да абсолютно правильно значит если почки это все выводят с мочой то друзья вот у кого болезни печени обратите особое внимание что кто вот собирается чистить печень вот это вот настолько не знаю как подобрать слова настолько видно не сразу не дальновидное несуразное то есть когда действие еще попробую объяснить почему вот смотрите условно я художник неважным но попытаюсь нарисовать вот это вот у нас допустим печень вот тут поджелудочная печень поджелудочная железа они выводят секреты каждый слой но они соединяются в единый проток и и впадают 12 перстную кишку да перст через свинктер поди вот 12 перстную кишку почему назвали 12 перстная кишка просто она размером 12 пальчиков 8 где-то вот такого размера 12 перстной стоящей до 8 еще 8 еще то есть 12 это начало тонкого кишечника да это начало тонкого кишечника сразу от желудка начинается и друзья смотрите какой момент то есть печень собрала все яды с кровотока ну скажем так условно с организма и она должна их либо сделать не токсичными и вывести и а если она не может справиться с ядами она должна их тоже вывести но это знаете вот такой вот удачный пример вот кто ездит автомобилист за рулем знает вот у нас в машине есть этот масляный фильтр этот масляный фильтр фильтрует через себя масло вместе с вот металлической крошкой которая образуется там двигатели да когда он там стирается от трения и автомобили что делает масляный фильтр забился он взял открутил и выбросил то есть понимаете друзья самый главный вот этот смысл что выбросить наружу выбросить наружу а так как у печени ну просто нет других анатомических устройств строения как выбросить наружу как вместе вот желчевыводящим вот этим протоком в двенадцатиперстной кишку то есть какой момент возникает что печень вкладывает яды вместе желчи выводит вместе желчи выводит в двенадцатиперстной кишку чтобы опять эти яды вышли естественным путем наружу наружу понимаете какой смысл собрала печень все яды и она должна их выкинуть наружу но поймите если вот у вас вот это вот условно назовем канализационная труба забита ну вот почистили мы печень выпили там масло потом этот лимон там пьют печень будет вот эти все эти рекомендации в интернете до выпить масло с лимоном да такая чистка печени но почему мы говорим что не суразно потому что выходить некуда если конечно если кишечник забит вывести она не может ну ты как бы вам знаете привести такой пример ну вот забилась у вас раковина а у них знаете есть там вот этот перелив если где-то там она так вот вы пойти помыли раковину почистили вода туда побежала дальше труба забита этот я-то потом возвращается вам через этот перелив опять в раковину понимаете смысл то есть аналогия то есть друзья поймите как бы я не против чистой печени но то есть опять эти яда опять же будут всасываться да ну конечно конечно да то есть они побегут у грузов не в печени будут сигнал не сбрасывать да ну то есть значит что хотел обратить внимание то есть если печень плохо работает у человека но тоже критически у него печёночная кома это что значит что печень просто накопила столько ядов она уже ну просто не знает куда их девать не работает у человека печёночная кома если то же самое с почками то почечная кома то есть это очень конечно и такое тоже бывает но на гемодиализ люди вот ходят годами это просто почки не могут выводить вот эту ночевину и вот такой знакомый на гемодиализм ходил пока не пришло время и он ушел потому что ну вот это жарили не хочется поэтому друзья кто собирается чистить печень вы не делаете этого дело в том что печень она сама знает как почиститься для печени нужен всего лишь чистый кишечник потому что смотрите что происходит если чистый кишечник печень будет вырабатывать яд сбрасывать яд вместе желчью желчи это очень едкая такая субстанция и попадая на стенку чистого кишечника кишечнику будет раздражаться от этой желчи и он будет быстро 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 сокращаться чтобы стараться вывести это естественно участь перестать конечно включается потому что желчь химически раздражает вот слизистую оболочку кишечника и он быстро быстро буквально 20-30 минут вот это вот вся 12 метровая труба будет пройдена желчью и яды не успеет сосаться не успеется согласно что получается прежде всего это чистый кишечник да все вот эти рекомендации про чистую печень это это полная глупость друзья просто не мучайте себя не издевайтесь над печенью то есть еще раз бы если нет выхода для ядов и токсинов как бы печень вы не стимулировали вот эти вот желчегонные препараты не пили ну нет такого примера чтобы сказать я вот пил желчегонные препараты мне печень стала ну если есть покажите я просто пожму руку этому человеку значит мы приблизились к тому что надо чистить достаточно регулярно именно кишечник конечно я вот даже скажу больше что вот кружку эсморх оставили нет нет это золото литер с лимоном сейчас я договорюсь туда же друзья смотрите само название живот это вот наши предки славяне они вот слова вкладывали вот прям такой какой-то образный смысл я не специалист то есть живот жизнь вот то есть это все органы конечно у человека а если живет живот то значит они что же все органы у человека важные ни одного лишнего нету но все начинается с кишечника друзья поверьте томите что у себя загружаете из этого вы себя и строите так вот поэтому кишечник это один из самых главных органов которые заводят пищу из которой мы себя там условно говоря строим и выводит такси и очень интересна как раз эта тема и вспоминается анекдот такой известный сейчас я не расскажу в общем едут в поезде москва воркута в купе сидят русские и евреи это может подружились разговаривают уже водочку выпивают тосты говорят про друг друга все узнали и вот этот русский спрашивают а куда что едешь так далеко я по работе в командировку но там есть такой полустанок небольшой в промежутке где я уже узнал как мы будем стоять где-то минут пять поставить поезд я уже созвонился созвонился своим отцом мы должны с ним встретиться ты знаешь я 20 лет его не видел так соскучился так и он тоже соскучился так мы хотим встретиться поговорить русский так расчувствовался ну давай за родители выпьем за отцов чтобы они были живы очень едут едут они и утром как бы этот будет проводница этого еврея ну назовем его там мойша да и говорит извините мы задерживаемся опаздывает поезд поэтому не будем остановиться на полустанке поезд пройдет мимо тот расстроился русские тоже за него переживать ну как же так мимо ну ты хоть в форточку там ему там чего-нибудь там это крик не приводами открыл форточку едут мимо полустанка из действительно стоит утром с утра пораньше в 6 утра одинокая такая старческая фигура в плаще такой панудр такой человек стоит уже ну уже так видно что старик и поезд мимо проезжает и этот сынок ему кричит форточку папа ты хорошо какаешь да сынок и поезд тюк 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 и ушел русский берется за за волосы что ты 20 лет не видел отца ничего другого спросить что ли не мог он будет а я все узнал если он хорошо как это значит у него хорошо работает кишечник если хорошо работает кишечник значит хорошо питается раз хорошо питается значит есть средства на питание и на хорошую еду есть средства да а если есть ну как ты говоришь вот это жизнь вот да если жизнь живота хороша значит человек хорошо живет на что у него все нормально я все я все узнал в этом есть сервежная правда жизни поэтому раз прозвучал такой анекдот да друзья то есть показатель работы кишечника это сколько раз вы посещаете туалетную комнату примерно должно быть так сколько раз поели ну на раз меньше ну кстати это как у ребенка да вот я распаялся к расходу в туалет по большому у меня примерно так и получается замечательно у меня все хорошо работает так столик мы еще сами хотим так но вы зрительная система значит про кишечник как освобождать его мы поняли мы поняли что не нужно специально чистить печень друзья лучше не мучайте себя потому что если печень начнет чиститься и и потом очень сложно остановить очень серьезные проблемы тем более если допустим есть там какие то еще камни в жерстном пузыре и все это лучше этого не делать просто надо печени да чистый кишечник печень сама выработает пять десять двадцать литров желчи сколько и надо она сама знает чистый кишечник не будет тормозить прохождение этой желчи желчь будет раздражаться естественно быстро быстро выйдет да мы начали с того что там есть своя собственная нервная система нервные окончания которые сами знают принимают сами решения как им лучше работать нам только не надо мешать не мешать это как не загрязняется до рекомендации то есть питание какое должно быть естественно конечно должно быть и питание но так как в пределах ролика мы ограничены по времени поэтому я так схематично скажу что он схематично питание которое позволяет быть здоровому человеку 80 процентов сырой растительной пищей 20 процентов вареной пищи те блюда которые вы любите то примерно так что с утра то есть вот эту вареную пищу желательно есть все в обед все в обед ну то есть меньше жареного меньше копченого соленого соленые огурчики ну почему можно кушать все люди знают особенно кто спортом занимается ли долго работал на даче что ну потом соленый поэтому это говорит о том что натрий хлор он прекрасно он водорастворим он прекрасно выводится из организма единственно что конечно соль только она так как берет на себя воду она увеличивает ацк объем циркулирующей крови это конечно вот для для людей у которых повышено давление это конечно не есть хорошо поэтому даже если вот но зашел разговор про соль поэтому все знают что физраствор это но 9 процентный натрий хлор и больницах его копают ничего страшного нет то есть натрий хлор это как электролит у нас в организме чтобы шли окислительно восстановительные процессы из нее не но соль то нужно до простого и животные с удовольствием в природе вот соли то вот в таком концентрированном виде лежит до соляные камни соляные камни вот не отгонишь то есть он нужно в организме но я верю что ограничено умеренных количеством например колбасы солями где дело в том что вот эти вот колбасы солями там соли чем маскируются вот этими вкусовыми добавками у тебя копченостями поэтому она как бы на вкус вы соль много съели моно как бы не так чувствуется понятно но если зашел разговор о соли лучше есть конечно употреблять в пищу не вот белую соли какую-то морскую там розовую соль там ямалайских много масса этих салей как бы сдобавки с минералами сейчас ядированная соль продается значит если про питание заговорили так тоже тезисно значит белая мука и все чтобы мучное да это тоже лучше ограничить конечно друзья вот знаете вообще вот ну зернышки ну это еда для птичек ну это еда для человека у них специально даже есть такой орган как золк называется они накидывают себя туда зернышко но у них там размокает и дальше но идет у них в дело конечно все люди любят хлеб без этой белой муки буквально шагу шагнуть нельзя но раньше на руси ели амарантовый хлеб друзья что такое амарантовый хлеб это просто чудо растения даже опять же вот название вот помните же вот жизнь вот так вот мара это богиня смерти было так условно древних славян а а частичка отрицания поэтому амарант это хлеб бессмертия почему его не возделывают я могу ошибиться насколько я так вот помню тут вот что-то царкет рвутся картошку кто завез амарант затратился я не понимаю почему но в отделах для здорового питания есть амарантовая мука то есть все это как бы доступно и конечно лучше если вы едите хлеб даже из белой муки научитесь печь его дома сами потому что вот эти вот дрожжи которые добавляют чтобы хлеб поднимался то есть вообще смысл дрожжей в чем что они просто делают пузырьки и тогда хлеб протекается вы можете эту как бы ну условно говоря тут колбаску из теста если засунуть духовку она снаружи там курочки покроется внутри она будет один раз в армии такой хлебе на них или дрожжей не было что дали на бурханке полусырого теста нет он смотрю же вообще как вкусный вид такой разрезаешь и там протеста кинешь он прилип вот так вот что я хочу сказать если вы употребляете белую муку научитесь печь дома хлеб сами и не из чисто белой муки можете добавить гречневую муку любую другую там то есть микс из муки делать чтобы все-таки белой было поменьше потому что что такое белая мука это вот зернышко зародыш убрали оставили только крахмал ну то есть все полезное выкинули оставили крахмал и друзья а сейчас сейчас все подожди скажу вот когда зерно принимают на элеватор какой самый главный показатель качества зерна как бы считается это клейковина это вот этот глютен это глютен который многие немногие достаточно много людей не переносит клейковину клей ну там съели пилину что вы что вы хотите куда желчи будет бежать если вы поели клея ну то есть вот это вот все что а подожди про амарант я так не понял зерно или не зерно что это растение погуглите это растение причем такое достаточно высокая и собираемся нуждаем вот такие же зернышки собирают это уникальное растение но это проблема с борщевиком борется с ним все но где садят амарант а ну там как сорняк растет и практически его сделать не надо нам и большая зеленая масса на корм скоту и вот верхушечки для это вот еда для человека так спасибо понятно а вот то что мы все говорим про белую муку хлебопулочные изделия клейковина глютен то же самое в картошке то же самое в рисе нет то есть глютен это белок это самый дешевый низкокачественный растительный белок картошка рис это крахмал это углевод это крахмал да и все это вредно чем как бы ты по моему не договорил то что то есть друзья вот еще хочу обратить внимание что вот опять же все это перед у всех перед глазами но вот у любого человека спроси и он не до конца будет понимать как все таки вот эти полезные вещества из пищи его питают наше тело в двух словах то есть мы что-то съели это должно разграбиться сначала механически зубами потом химические ферментами желудки в кишечнике до состояния молекул и уже потом это все всасывается друзья всасывается вы поймите слово всасывается то есть вся еда что вы съели она должна всосаться а что всасываются твердые вещества могут всасываться нет всасываются только жидкости или растворы поэтому все что вы съели должно перейти в жидкую фазу скажем так и тогда только на папа пойдет в кровоток с током крови разбежится по всему организму и органы там ткани будут с этого кровотока брать вот эти полезные вещества и там строить себя что-то синтезировать все размокают и превращаются да то есть поэтому вот я вот олег уже приводил такой пример вот если про хлеб зашел разговор вот все мы любим блины но особенно к тещи как бы приедешь блинов не покушать так вы посмотрите из чего делают блины вот берут муку добавляют воды ну что туда еще растительное масло ну там соль сахар или молоко туда ну яйцо может даже яйцо да и вот разводят вот это вот как называют сусло как кисель там ну кисель вот этот вот для меня мерзкая субстанция какая-то получается потому что берут поварешкой и на сковородочку и что получается вот эти белки сворачиваются жидкость испаряется то есть вот это вот эта мерзкая субстанция превращается вот в этот блин то же самое только без воды и вот этот вот белок блитен он свернулся и он стал твердый так вот друзья мы взяли этот блин скушали опять же вспоминаем что он должен всосаться то есть он снова должен стать жидким иными словами организм добавляет туда воду вот эти пищеварительные системы то сделать опять то же самое вот эту бурдамагу и только тогда этот блин может попасть к вам в кровоток и разнестись по всему организму принести какую-то пользу на так вот если вы хотите облегчить себе пищеварение вы не жарьте его на сковородке просто сразу пить это конечно такая глупость никто не будет нет мы сначала испортим на сковородке потом усложним задачу организму и только потом будут для только по самым ощущениям уже все жарим варенком ну вот вкусовые ощущения но в итоге он человек с забитой печенью хочет ее почистить а вот там вот такая вот клейковина скажем так давайте идем к рекомендациям очистки кишечника первое это значит первое я поменяемся вы значит следим за питанием это сказал 80 процентов сырой растительной пищи сырой растительной пищи 80 процентов сырой растительной пищи до это что капуста любая сырая растительная пища любая само название сырая растительная пища б это лучше обходится без глютена и крахмала да ну тут бы я хотел я начал рядом глютен крахмал потому что она была даром будет 6 что я тут хотел бы обратить ваше внимание на такой момент что как вы поняли что вот этот глютен или там любой другой белок он так вот я вам привел пример проблем теперь я хочу например привести вот про яйца то есть все особенно мужчины любят яйца жареные с беконом с майонезом так вот смотрите вот разберем на примере вареного яйца ну вот сварили мы яйцо разрезали белок беленький желток желтенький съели его опять чтобы вы думаете что вот эти вот белые кусочки будут попадать в кровь вам и разноситься по всему организму нет конечно они забьют всю вашу кровеносную систему опять друзья чтобы яйцу попасть вот вареному яйцу попасть в кровоток и разбежаться по всему организму да оно должно опять стать как исходное сырое яйцо то есть сырое яйцо это есть можно сказать водный раствор там вот этих вот аминокислородится да да то есть оно должно стать жидким что всосаться то есть всасываются только жидкости и растворы нет лучше не есть вареные яйца нет друзья из яиц можно кушать желток желток это замечательный продукт там содержится витамин b12 и много других полезных веществ а вот белок как ни странно лучше не употреблять так вот как обычно рекомендуют наоборот белок и штангенокислоты это строительный материал все смотрите что дальше происходит с кишечником вот наелись вот условно говоря вот этих вот яиц оно перешло вареные все это перешло в эту жидкую фазу и вы просто посмотрите вот что такое сырое яйцо но так вот вот кинешь его в стенку на прилипнет и будет стекать то есть его вот у белка есть такое свойство как адгезия прилипание поэтому вот этот кишечник он будет покрыт вот этой слизью и даже те полезные питательные вещества которые вы съели им будет очень трудно то есть проникнуть через вот эту вот слизь то есть идет нарушение пристеночного пищеварения и те полезные даже вещества что вы съели они просто выйдут из вас и вы ничего от них не получите и потом кровь будет омывать головной мозг где там условно говоря там центр голода мозг анализирует смотрит не хватает каких-то питательных веществ где взять из еды включает режим голода уже такого настоящего и вот поэтому человек и есть если никак не может наесться современный питающийся абсолютно не может лучше без еды обходиться больше там двух-трех часов постоянно надо что-то кушать вот теперь мы наверно остановимся как все-таки почистить да ну кишина почистить нас уже к очищению нам дороге да но просто я хочу объяснить механизм то есть друзья смотрите как вы уже поняли что кишечник на у нас очень сильно забит слизью это вот глотал вот это когда вот вот этот фагоскопию общем телевизор вот этот глотает вы почитаете что до трубку что там будет написано там будет написано слизь слизи много более того где эта слизь еще видна он так вот говорится не уроженным взглядом это то что у нас выделяется из полости носа из носа это вот та же слизь которая разбежалась по всему организму она из нас выходит но если вы сдадите обычный самый простой анализ мочи или анализ кала там не ошибаюсь предпоследняя строчка или последняя неважно там будет слизь и один плюсик два или три то есть этот анализ он не качественный там не сколько там миллимоль или еще чего-то содержится количественно то есть есть ли сили нет если если силиси количество плюсик много слизи два плюсика но гигантское количество слизи заставил три плюсика можете посмотреть это вот кто сдавал недавно там допустим анализ мочи или кала так вот как убрать вот эту вот слизь но есть такая поговорка чисто там нигде выбирают а там где не мусорит то есть ешьте поменьше вот это слизе образующей еды вот но что конкретно чистить кишечник так это его можно почистить все знают опять же говорю что эта информация всем доступна но только люди не понимают для чего это делать называется салат щетка уже наверное многие догадались это сырая капуста морковка свекла подчеркиваю свекла сырая крупно режется вот как вот или режем капусту на борщ там шинкуем морковка на терке свекла тоже так режьте заправляете его любым растительным маслом там лимончиком добавляете изюма там орешков делайте его максимально вкусным салат щетка до салат щетка и кушайте его и причем немаленькую такую порцию такую мисочку желательно скушать вечером да почему нет почему нет замочной именно овощи да да именно овощи вот не фрукты не йогурты не фрукты не фрукты фрукты это вообще наша естественная видовая натуральная пища фрукты можно кушать вот когда захотите тогда и кушать и мы говорим что немножечко хочу остановиться вот на фруктах вот друзья понимаете вот фрукты они вкусны сами по себе не нужно никаких приправ там специи там фрукты и прочее нет но если хотите добавьте но фрукты не сами по себе вкусно подошел сорвал купил сегодня виноградик но с удовольствием покушал и не надо никаких приправ ничего так вот салат щетка он очень если представить как он будет выглядеть в просвете кишечника ну такой вот ну представьте вот капуста то морковку ежик такой как ёршик чтобы дать вот так вот ёршик который мы моем бутылки да и он дело в том что он будет он пощекотит слизистую кишечника кишечник будет на это реагировать усилиться перистальтика и будет быстро быстро продвигать и и она как вот буквально как ёршик для мойки бутылок он будет собирать что-то слизь и выводить и правильно ли подсказочку напомнил мне что друзья дело в том что у нас овощи не перевариваются у нас нет фермента который переваривать грубую растительную клетчатку можете сами проверить съешьте крупные не съешьте а проглотите крупный кусочек морковки но из вас выйдет в таком же виде вот поэтому овощи это не еда целиком выходит да прям не важно крупные мелко вы порезете они не перевариваются поэтому я сейчас скажу такую мысль ну так хватает потому что это грубо растительная клетчатка они не перевариваются вот я скажу может для кого-то такую удивительную мысль что вот теперь мы поняли да что овощи у нас не перевариваются он просто нет фермента который переваривает грубую растительную клетчатку поэтому их даже жевать нет смысла понимаете друзья то есть едите вы это в салат но только поймите не надо давиться там ну то есть погрузили вы в пол сердца там несколько раз и шанкнули то есть и глотаете только чтобы еще раз чтобы не подавиться поэтому чем крупнее будет этот кусочек овоща тем лучше он проберется через склизь пощекотит слизистую кишечник она начнется сокращаться выводить это все мы и крупную стрессе пострессе да ну и крупный кусочек овощем он как грейдер там как лопата будет ну больше вот это все собирать но но друзья тут такой лайфхак хотите назовите но свежевыжатый сок из овощей это супер еда это супер еда что я имею ввиду до выжатый сок особенно хочу подчеркнуть свекла вот кто вот хочет чистить печень свекле содержится бетаин что не шла еще оксид азота то есть он хорошо расширяет сосуды для печени свежевыжатый свекольный сок это просто просто эликсир то же самое с морковкой можно капусту выжимать и на чем еще хотел остановиться что в овощах в овощных соках очень много микроэлементов потому что чем ниже растение земле все микроэлементы содержится в земле у нас тем естественно просто доступ лучше то есть иными словами чем ниже к земле или в земле вот как морковка свекла то они богаты микроэлементами фрукты там больше витаминов тоже свежевыжатые соки особенно свекла да особенно свекла вот для тех людей по проблемам с печенью так значит мешать можно как угодно можете одновременно выжать и свеклу и морковку и апельсин и грушу то есть соки миксовать можно вот как у вас светлая морковка сидерей еще без разницы дело в том что жидкости у нас всасываются в желудке но в кишечнике конечно тоже но сразу не начинаем сасываться в желудке и это это замечательно то есть вот эти можно день провести допустим если вы решили сделать пищевую паузу и смотрите происходит какая замечательная вещь то есть вы не едите твердую пищу а допустим пьете свежевыжатые соки они всасываются в желудке при этом мы получаем полезные вещества витамины макро микроэлементы вплоть до свободных аминокислот в сосали и в желудке и при этом кишечник у нас отдыхает это до кишечника очень важно то есть еще раз повторюсь мы заводим итак игорь давай сократим вот конкретно рекомендация да я вот уже записал питание 8 процентов растительной пищи без битвы и крахмала больше пить воды в качестве растворителя лечебное голодание там пищевая пауза то есть не надо по несколько дней достаточно несколько часов на этом день да ну кто сколько выдерживает то есть никакого насилия над собой производить не надо комфортно дело в том что если вот сегодняшний ваш уровень позволяет там ну там 3-4 часа не есть хорошо завтра это будет 56 после завтра одну сутки не поели ничего страшного тем более друзья я хочу сказать такую вещь что голод это нормальное состояние в природе то есть все ответы есть в природе посмотрите как питаются животные волк он не каждый день там этого бедного лося кушает он съел потом две недели не ест но не говоря уже про символа россии мишка он вообще там по полгода не ест но конечно вы скажете что он перед этим отъедается там до невозможности да это и но вы попробуйте отъешься потом по полгода не ешьте но не получится тем более даже травоядные животные когда вы там все покрывает снег им ну едят там веточки кору там копытом роют какой-нибудь там ягель себе ну то есть я что хочу сказать не голод а отсутствие пищи это нормальный процесс который в природе сплошь и рядом и так как человек часть природы и для него это тоже ничего страшного но еще раз говорю никакого насилия над собой никаких подвигов нам совершать не надо никакого героизма потому что есть такая поговорка герои нужны только там где не хватает профессионалов поэтому как-то так и так теперь перейдем конкретным рекомендациям то есть как бы с чего нужно начинать свой день вот вы проснулись встали первым делом пейте замечательный напиток медово-лимонная водичка как ее делать очень просто дело в том что мед его и нагревать нельзя он становится токсичным и в холодильнике вы хранить нельзя начал теряют все свои свойства поэтому тепленькая водичка чтобы вы могли и вот ну вот вот выпить залпом не надо какую там температуру вы там сами подберите я знаю уже свою микроволновку стакан ставлю там на 20 секунд и вот тепленькая водичка взяли тепленькую водичку чайную ложку меда с горкой такую для себя любимого и выжили лимон сколько лимона вот опять по вкусу вы первый раз делаете вы на второй раз уже будете мастер в этом будете знать если первый раз в этом мало выжили в следующий раз много или наоборот много выжили мало ну лимон тоже не повредит это очень полезная вещь если нет лимона то в медовую водичку можно добавить яблочный уксус вот коротенько о нем остановлюсь яблочный уксус это самый натуральный уксус остальные никакие другие не надо употреблять от слова вообще то есть яблочный уксус это просто забродивший яблочный сок и не более того поэтому пейте его можно его даже добавлять в супы ну вот такие вот в рассольник в борщ там чайную ложечку поливать им салаты любые то есть да ну вот мне не поливать прям взбрыжнуть вот так вот все по вкусу бальзамический нет саму бальзамической то что бальзамирует людей чтобы они там не гнили но я не знаю ну нет хотите пейте конечно но я вам не рекомендую то есть единственная рекомендую то что сам проверил даже только яблочный уксус и этого хватит так это записать даже можете пить его просто вот водичку пол стакана там воды сколько вы хотите там бульбочку одну вылили из бутылки но сильно кисло но воды добавили если мало то уксуса добавить то есть первый раз я говорю вы делаете экспериментируете на второй раз у вас уже все получится именно так как надо вашему телу так значит вы проснулись выпили вот это вот волшебные медово-лимонной водички кстати хочу сказать что там будут и свободные аминокислоты и витамины и минералы и после вот этой водички очень долго не хочется кушать но прям буквально вот с утра встал выпил ну два-три часа вот так вообще как будто ел очень просто нет не чувствуешь голода и более того что и почему именно теплую потому что кишечник он очень любит тепленькое это дает ему заряд энергии кишечник проснулся получил заряд энергии начинал сокращаться начинал довыводить то что вы то что там за ночь не справился вот смотри конечно что там вечером поели но теплый какой температур ну вот чтобы выпить свободно залпу то есть я сказал что что медет нельзя и кипятить нагревать иначе на температуру нормально не нет ни комнатные потому что наша температура тела 36 и 6 ну тут примерно 36 до примерно 36-40 раз ну и вы что она должна быть такая тепленькая чтобы вы могли спокойненько залпом выпить стакан воды и в теплой воде мед очень хорошо растворяется согласен так дальше потом когда мы выпили эту лимонную медовую водичку мы долго не чувствуем голода потом ешьте просто сочные фрукты вот прямо относитесь к фруктам как вот к натуральному блюду как же влаги много как и не дам по сути дела фрукты это вот вот оболочка да и друзья поверьте что фрукты него просто вкусные сами по себе не надо никаких приправ там все я замечу еще что фрукты действительно самостоятельно питание его нельзя даже ничего смешивать то есть как обычно десерт делаю до 1 2 съели она десерт фрукты да вот это вот нельзя делать фрукты отдельно лучше не делать за то чтобы они не начали там не дай бог бродить все поэтому какой фрукт опять ваш любимый ваш любимый не хочется на свой опыт опираться но я с утра то сезонный то есть сезонный любимый фрукты мы стали утром выпили вот этой волшебной водички до 12 там кушать тарелочку винограда там кишниша или там нектаринов поешьте 2 апельсина там или сколько хотите вот а в обед уже кушаете все что вы хотите там тоже мясо там если вы едите рыбу все гарнир вот а на вечер салат щетка то есть это вот такая простая логика которая позволит вам вечером салат щеткой сырых овощей до салат щеткой старых овощей очистить всю до без кишечника и заправляйте чем или растительным маслом можно сметаной заправлять но если растительным маслом то туда можно добавить вот яблочный уксус или свежевыжатый лимон все ну в составе конечно надо делать например помидор с брынзой либо свежим а царелла есть ну любите на кушать или что нормально ну все таки как бы молочных продуктов надо тоже употреблять по минимум потому что молоко в природе это пища для детенышей то есть природа вот так вот распорядилась что пока в порядке как говорится личного антогенеза развития новорожденное существо не может есть ту же еду что его взрослые родители записать без молочных продуктов да сейчас я у них остановлюсь немножко что то есть пока родившееся существо не может есть ту же еду что его взрослые родители вот природа предусмотрела такой механизм вот питание молоком вот но и опять же как я говорю все ответы есть природе он посмотрите как в природе быт быт не сосет эту тёлку ли там лев какой-нибудь леопард но только человек вот решил вот надо пить молоко я конечно предвижу что сейчас все будут говорить кальций там мало как все но друзья да в молоке есть конечно кальций но дело в том что то там есть и белок а так как белок будет закислять вас поэтому этот кальций он пойдет на синтез щелочи чтобы вот прервать вот этот процесс любителям кальция значит больше всего кальция это в конжуте то есть это замечательный продукт вот эта маленькая семечка она просто там гигантская если не ошибаюсь раз в 10 или 20 вот в кальций больше кальций чему в молоке ну согласен согласен да тем более взрослых людей бывают отторжения лактозы до лактозная непереносимость говорит нам о том что лучше заменить сейчас есть дали не молоко продаж да да то есть и сильных компонентов молоко вы можете сделать сами вот как допустим делать миндальное молоко и вот по поводу часто всех орешек друзья не замоченные орешки какие бы вы не ели они не перевариваются то есть вы просто их идите для развлечения чтобы орех усвоился там миндаль грецкий там фундук его нужно на ночь замочить тогда он становится более нежный все самое главное что оттуда уходит фитиновая кислота и те природные консерванты которые не дают орешку прорастать раньше времени в условах сейчас вот вы просто представьте какое-то чудо природы вот вот ну вот семечко вот откуда она знает когда ему прорастать а все очень просто как в рекламе просто добавь воды то есть если на семечко ну там лежащий где-то лежащий где-то в земле там в пашне попала вода это о чем говорит это говорит о том что даже если наверху был снег там снег растаял а когда снег тает когда светит солнышко солнышко светит когда пришла весна то есть пришла весна растаялась нет все логично появилась стала и вода она пропитала это зернышко освободила его от этих природных консервантов которые не давали ему прорастать и ростовщик растет он знает что вот там солнышко все солнце и одно маленькая птичка полетел солнце но не дали тело живое стремится к солнцу так а вот по поводу чистки кишечника вот эти все колоноскопии клизмы там стоит делать ну друзья конечно их когда у вас уже возникло что-то такая проблема да то есть ну кружка эсмарха этого клизма вы имеете ввиду да колоноскопия процедура исследует но тот же телевизор только рот и не рот через не рот этот телевизор смотрят ну это уже когда какая-то проблема но вы сами можете посмотреть если вы идите пять раз в день а ходите в туалет один раз в день но явно какая-то проблема то есть куда это все должно деваться не критических случаях можно применить ну это уже нет насчет призму смотрите призму они чистят толстый кишечник а нам а толстый кишечник это полтора два там два с половиной высоких людей у них до трех метров до толстый кишечник надо почистить вот и толстый кишечник и тонкий то есть я ничего не имею против призм хорошее это дело все но вы должны понимать что нам нужно всю вот эту 12 13 метровую трубку чистить поэтому это можно сделать только употребляя слабительные вот растительные слабительные они продаются в таких фильтр-пакетах сено называется завариваете резьбу не пишу опишу да то есть можно употреблять потому что нам нужно на всем протяжении кишечник почистить призму как я уже сказал они чистят только толстый кишечник как называется сено или до сена и или солевые слабительные сульфат магния смысл его в чем что это соль а соль берет на себя воду вы выпиваете то есть растворяете вот этот сульфат магния в стакане теплой воды примерно грамм на килограмм веса то есть если человек 100 килограмм значит надо 100 грамм вот эти вот сульфата магния растворить выпить конечно это жуткая гадость сразу вам скажу очень неприятный на вкус да ну чтобы быстро поглазить да нет нужно его попросить выжать ли лимончик туда чтобы не было так неприятно но друзья это такая замечательная процедура что смысл в том что вы выпили вот этот вот солевой концентрат он через желудок попал в кишечник и начинается всего организма собирать воду то есть хочу добавить что при этом нужно пить воду обязательно чтобы ну просто было откуда ее собирать организм то есть вы выпили солевое слабительное а потом просто пьете воду сколько ну вам тело скажет сколько вот сколько тела просит столько и дайте и вот эта вся вода будет собрана в кишечник там будет как бы создана такое избыточное давление и пробьет все да да то есть пробки то пробка то есть мы поговорили как очищать кишечник продуктами это есть крупно нарезанные овощи так как они не перевариваются их не нужны сыры естественно сыры их не нужно тщательно жевать чем больше кусочки тем лучше будет вот этот ёршик из них он прочистит второй момент это вот употреблять слабительные это вот растительные слабительные сему вот эту сена до сена по-моему 2 минута точно не всем надо вот и пить вот эти химические вот это сульфат магния как там по поводу бани или что-нибудь ну баня она на кишечник воздействует конечно мы сейчас говорим про кишечник для кожи бани это конечно супер процедура но если мы говорим о кишечнике то она просто баня прогревает человека ну в прогретом организме все эти процессы идут лучше также за кстати вот как вот просто вылечит метаболизм да да нет просто дело даже не в метаболизме дело в том что так как баня это тепловая процедура все тепло несет какую-то энергию то есть вот это вот чистки это очень энергозатратный процесс друзья поверьте и поэтому лишняя энергия телу никогда не помешает и по поводу солнышка вот хочу сказать да что вот люди как бы делятся на на два лагеря кто-то любит солнце кто-то ненавидит не то что ненавидит но плохо переносит жару там скажем так еще и говорят вот солнце вредно а теперь как я уже говорил что все ответы есть в природе ну вот видели в природе чтобы там кому-то солнце было вредно любая гадюка или змея подколодная после зимы стараются выползти на солнышко или ящер потом какая-то на камушек вот эта саламандерка свернулась и греется она пропитывается энергией более того эти вот земноводные всякие эти жабы нет тепла они в спячку впали там в коматоз скажем так и сидят там не квакают так вот как действует солнце на человека то есть это все зависит опять же от состояния организма если в вашем теле идут процессы очищения восстановления ну скажем так позитивные процессы солнце будет их усиливать а если у вас идут процессы гниения разложения в общем полный бардак солнце будет эти процессы усиливать то есть солнцу все равно поэтому вот многие отдыхающие которые приезжают там на курорты они как сумасшедшие сразу начинают получать вот эти солнечные ванны при этом ожираются надеваются естественно уже начинается в самолете уже поели за родину и потом на солнце может плохо конечно да а потом говорят вот вот солнце там плохой какой-то да не солнце плохой а вы приехали туда это вы неправильно как солнце вылазить вот сначала вы не дайте цели на потом о солнышке идите как-то так так получается мы закончили да ну а сливатным макрофт процентов можно сказать да я я сказал уже что один грамм на килограмм веса друзья это такое первое наше по просьбе олега а лавр гудвина мы решили вот решил поделиться с вами знаниями какими приходите в академию альфа топ вы еще и не такой узнаете до этого мы так тезисно набросали каждую на каждой из выделительной системы это можно снимать целую серию роликов да вы напишите нам в комментариях и тогда мы уже напишем на про кожу с этими видео да и хорошие рекомендации про легкие дамы коричь и почки еще почки даже по всем читаем зрительным системам серию полезных видео и не только по удивительным системам а как правильно питаться как подготавливать продукты поверьте это настолько просто все ну буквально как в орешке просто добавь воды и вот я вам советую попробуйте грецкие орехи замочить их на сутки вы увидите какая станет черная вода сольете промоете покушаете это просто другой вкус абсолютно то есть очистка грецких орехов нет ну то есть я говорил что не замоченные орехи не перевариваются то есть смысл кушать их нет но только как развлечение там а забивать запивать вода никогда не вредит организм никогда мы состоим из воды поэтому пейте когда угодно естественно не кофе не пиво да ну естественно не напитки чистую водичку ну еще я хочу заключение вам показать ужасающую такую вот модель видите кишечник вот он пораженный чтобы до этого не доводиться вы даете наши рекомендации видите здесь вот у него стеноз он стянулся и соответственно не проваливаемость до слабая проходимость получается из такой понятия ленивый кишечник он не хочет заниматься это пилистальтика и да вот непроходимость здесь наоборот раздулась видите там скорее сукаловые камни набираются всякие фекальные слизи это вот аппендикс воспаленный да здесь соответственно вот тоже какая-то слизь внутри здесь увеличены стенки кишечника толстые там он элементы какие-то еще новообразования появляются здесь вот желчное мыло так называемого то ведь прилипло здесь уже рак образован там какие-то язвочки видите вот чтобы до этого не доводить пожалуйста прислушивайтесь к нашим рекомендациям к нашим советам с нами был натуропат натрициолог карик просто можно да спасибо тебе мы очень благодарим и вас тоже благодарим за ваши лайки за ваши комментарии за ваше позитивное мнение до новых встреч дорогие друзья с вами был олег аллаф гуллин пока пока до свидания